Всем привет, мои хорошие! С вами Силия Насвей, и сегодня я хочу дать комментарии к своему последнему видео. И прям, мне кажется, это видео нужно выпустить срочно, иначе будет очень много недопонимания и очень много непонятных комментариев. Мне хочется внести немного ясности. Я вам, как уже сказала в последнем видео, что могу делиться только своими чувствами, но не ситуацией, из-за которой эти чувства вызваны. Но какую-то ясность я всё-таки могу внести. Первое, что я хочу сказать, это поблагодарить всех, кто вообще пишет добрые комментарии, кто написал мне в личку и поддержал меня, и поддержал так аккуратно, чтобы не жалеть. Прям вот всё по моим просьбам, да. И правда, очень приятно. Мне вообще приятно осознавать, что такая огромная армия людей вообще у меня есть, да, которые готовы поддержать. И самое важное вообще, что я отметила, самое такое приятное, это ваши добрые пожелания. Потому что пожелания — это сила, они реально работают. И вы не представляете, как трогательно мне было читать ваши комментарии и сообщения, когда вы пишете, что всё у тебя будет круто, я это просто знаю, или я чувствую, у тебя не может быть по-другому, и так далее. И вот поддержали меня в том, что нужно просто проявить терпение, проявить терпение, да, и всё будет хорошо. Вот, конечно, я так и считаю, да, и всё непременно будет хорошо. Ещё один такой момент, факт очень интересный, который тоже хотелось бы заметить и с вами поделиться. Одна из моих подписчиц пишет мне и говорит, «Я помню, что год назад у тебя было такое же состояние и было видео, где ты прям точь-в-точь говорила те же ощущения. Не знаю, что у тебя произошло тогда, опять же, да, я не делюсь конкретной ситуацией, вот. Но, говорит, ты описывала те же самые ощущения и скидывает мне кусочек видео именно с этими моими словами. И вы не поверите, как интересно было наблюдать то, что я смотрю это видео, и я абсолютно не помню, по какому поводу я тогда переживала». То есть, ну, реально, если я говорю о каких-то переживаниях, если я говорю о том, что здесь болит, и оно болит не так, что вот оно поболело и перестало, а оно реально болит на протяжении нескольких дней, и мне очень сложно скрыть, бывают эмоции какие-то, и вот мне грустно, и мне хочется, чтобы как бы мой зритель это понимал, что всё, что я делаю, а вот на самом деле у меня вот что-то, переживания какие-то, да, немного был со мной ближе как бы, да. И, соответственно, если я не могу уже это терпеть, не могу это скрывать, и мне вот так больно, что хочется поделиться, и я этим делюсь, то это явно было не что-то мимолетное в моей жизни, вы понимаете? Но сам факт того, что это видео там было год назад, я так понимаю, и я сейчас смотрю это видео, и я не помню, что же было, что же было, почему я переживала, но что-то было. Это, по-моему, было перед Новым годом. Я могу, конечно, напрячь память, и, по-моему, мне кажется, что я припоминаю ситуацию, из-за которой это могло случиться, и да, я очень переживала за здоровье близкого человека, и этот человек был со мной не рядом, и было всё не под контроль на мне, и ситуация была очень такая, прям тяжёлая, вот. Но всё обошлось, всё прошло, и я думаю, что, наверное, это из-за этого я переживала именно в тот момент, вот, что мне так было, что я не рядом была. Но сам факт, что даже ситуация тяжёлая, через какое-то время, когда всё изменилось, а всё меняется, я про неё забыла, да, и через год уже вспомнить не могу. И, как всегда, я начинаю снимать видео, и начинают сверлить. У меня вообще тут дети плачут внизу, наверху сверлят, там ещё дальше кто-то сверлит. Самое интересное, что до того, как я начала снимать, ничего этого не было. Не знаю, это какое-то притяжение. Вот, короче, я почитала комментарии, и поняла, что нужно внести ясность. В общем, начну с самых популярных комментариев. Первый так и звучит. Да хер с ним, если это из-за мужика. Ты всё тянешь на своих плечах, ребёнок, квартира, Ютуб. Что он для тебя сделал такого, что можно держаться за мужика? Мы не знаем, конечно, о ваших отношениях, но ты не выглядела всё это время, находясь с ним, именно как женщина, про которую говорят, как за каменной стеной. Ты находишься за своей каменной стеной, которую сама строишь. Желаю счастья. Дарья, спасибо, пожалуйста. Я с вами полностью согласна, когда звучит так, ну типа, что слёзы лит из-за мужика. Сразу вам скажу, девочки, мы не расстались. Нет никакого развода, мы не расстались. И я вам так даже скажу, что если бы мы расстались с моим мужчиной, я бы не плакала так и слёзы не лила. Ну да, конечно бы я, может быть, какое-то время переживала в том плане, что жаль, что так произошло. Но если бы мы расстались, это было бы точно каким-то таким осознанным решением, принятым. Ну вот если бы мы уже решили прям серьёзно расстаться, то зачем слёзы лить, когда действительно один из людей уже хочет расстаться? То есть я не такой человек, который прям привязывается и в ногах валяется, не бросай мне и так далее. Я такого вообще не могу представить даже. Это если меня вдруг бросают. Ну а если я ухожу, то это уже, конечно же, мой осознанный выбор. И в этом смысле из-за мужика слёзы лить нельзя. Ни в том, ни в другом случае как бы не нужно. Я с этим полностью с вами согласна. Но есть разные другие ситуации, их очень много, какие могут складываться, из-за чего вы можете переживать, и переживать можете оба. И мы, чтобы вы понимали, продолжаем быть вместе. В этом смысле у нас всё хорошо. Ситуации, которые случаются в нашей жизни, мы переживаем их вместе очень тяжело. И я думаю, что от этого только ещё крепче наша любовь становится, да. Ещё крепче, ещё сильнее. Мы прям сплочены, и всё будет хорошо. Вот. Нам всем нужно терпение, не только одной мне. Я просто как бы мой блог, да. Я говорила больше о себе, конечно. Но, видите, вот такие комментарии. И здесь требуется ясности, да. Да, чтобы вы понимали, если вдруг мы расстанемся, то такого ощущения и такого, наверное, видео, я думаю, ну, как бы в 90% вы точно не увидите. Из-за чего я могу так переживать? Это только за близких мне людей, которых я люблю, понимаете? Которых я люблю, которым я желаю лучшего. И если что-то вот как-то происходит, понимаете, у меня болит сердце, у меня болит душа. Вот. Но ни в коем случае не из-за расставаний каких-то вот таких, да. Люди решили расстаться, кто-то кого-то бросает, как бы. Думаю, вот это не про меня история. Вот. И второй момент. За каменной стеной, типа, меня не видно, меня... Ну, то, что вам видно, да, вот людям, то, что видно. Я, конечно, не стану сильно спорить, там, да нет, вы просто не туда смотрите. Но у каждого свои проекции, да. И кто как меня видит и ощущает меня через камеру, это, конечно, проекции каждого человека. Но тут главное же, что я чувствую, да. И я вообще, в принципе, стараюсь в жизни ни за что не держаться. Но порой за какие-то вещи, блин, невозможно не держаться. Например, ребёнок. Ну, это настолько сильная привязанность, что тут, конечно, очень сложно. Хотя и то нужно стараться, и нужно работать над собой, потому что дети вырастают и улетают из нашего гнезда. И, конечно, если мы сильно привязаны, мы будем сходить с ума. И есть такие, там, тёщи и свекрови, которые опекают своих детей до очень высокого там возраста, да, и мешают тем самым строить им личную жизнь. И, конечно, с привязанностью нужно с этой работать постепенненько, да. Я не знаю, какие должны быть условия, чтобы я как-то сильно держалась за мужчину, что бы он мне не давал. Я всегда в жизни старалась отталкиваться всегда от самой себя. И неважно, что тебе даёт мужчина или не даёт рядом. И я вам всем всегда рекомендовала, чтобы быть счастливой, быть какой-то независимой, быть самой себе каменной стеной. Это действительно так, да, я сама себе каменная стена. И это хорошо тем, что я просто от своего мужчины ничего не ожидаю. А тем самым, если вдруг как-то складываются условия, что что-то не получается в жизни всегда может быть у нас, и не планируется никаких разрывов, да, у меня нет никаких претензий к человеку и так далее. И в принципе так стараюсь относиться ко всем людям, да. Я сама себе принадлежу, сама себе, самодостаточный человек, поэтому мне в этом смысле, чтобы мне что-то кто-то давал, да, и я за это потом держалась или не держалась, или плакала, что я что-то там теряю, я вообще даже не хочу так смотреть на свою жизнь и строить её так со своим мужчиной. Вот. Что даёт мне мой мужчина, это то самое главное ощущение себя просто женщиной, любимой женщиной. Я со своим мужчиной, у меня крылья вырастают, понимаете? Я с ним рядом, у меня крылья вырастают, у меня сил много становится. И мне кажется, это самое классное, когда с тобой рядом мужчина не тот, с которым ты вот как бы такая раз спряталась, и всё. И пока он есть, у тебя всё хорошо. А мужчина хорош тот, который даёт возможность твоим крыльям вырасти. И когда ты чувствуешь себя самостоятельной, свободной, реализованной, вкладывает всё это в тебя, что ты порхаешь сама, понимаете? И мне кажется, это очень крутое качество. Отвечая на ответ Дарьи, я вижу, что тут 170 лайков ей поставили, наверное, потому что многие разделяют как-то её мнение или что-то. И я прокомментировала один из популярных комментариев. Следующий комментарий пишет Светлана. Селена, ты очень долго и много ждёшь, много лет. Ты задай себе вопрос, правильно ли ты делаешь, стоят ли годы, и стоят ли годы идут, не теряешь ли ты время. Если всё в порядке, значит, так надо. Смириться с обстоятельствами. Если нет, то срочно меняй свою жизнь, свой образ. Расслабься, всё обязательно будет хорошо. Мы с тобой. Светлана, спасибо. Я вижу, что у вас здесь и два таких, да, то либо так, либо так. Но тоже хочется прокомментировать, потому что тоже есть лайки на ваши комментарии. Я об этом и говорила, вот тоже очень важно. Ну, как бы, мне кажется, сразу поняли меня люди, которые долго смотрят мои видео и, самое главное, понимают, о чём я говорю вообще. И верят тому, что я говорю. И самое главное здесь, это то, что не задавала ли ты себе вопрос, а не много ли ты ждёшь, там и так далее. Я ничего не жду и не ждала. Столько лет вместе, да, там, 12 декабря уже будет у нас 7 лет, которые мы отмечаем. И я вам скажу, что я ничего не ждала. Я не сижу и не жду, и никогда этого не было. Я всегда была в моменте, и это прекрасные 7 лет. И я думаю, что у нас ещё до конца жизни будут прекрасные счастливые годы совместные. Вот. Я просто надеюсь, что, ну, как бы я... Знаете, я не буду так, знаете, вот прям кричаще говорить, что я 100% разбираюсь в людях, да, потому что я тоже могу ошибаться. Но пока что каждый раз я только убеждаюсь в том, что я сделала правильный выбор в своём мужчине. Вот. Поэтому, как будет дальше, неизвестно, конечно же, да. Но благо есть какие-то вещи всё-таки, на которые стоит обращать внимание. И, скорее всего, это тот самый мужчина с теми самыми качествами, да, потому что всё это время только подтверждалось всё это, что это именно тот, да. Надеюсь, ничего не поменяется. А так я, в принципе, знаете, всегда говорю, что, ну, мало ли что в жизни бывает, там, моча в голову, ударит кому-нибудь, да. Мы, как бы, люди эмоций, можем за себя не отвечать. Я сама такая всегда была, да. Но с течением времени понимаю, что я могу контролировать свои эмоции и уже могу отдавать отчёт тому, что я делаю, да, что мне можно довериться, на меня можно положиться. И если я так умею, то я уверена, что и люди такие есть, на которых можно положиться и довериться. Поэтому в моём случае, наверное, ну, как бы 99%, 99,9%, что моча просто так в голову не ударит. И вдруг взыграют гормоны, эмоции, короче, и что-то со мной случится, я куда-то полечу, поскочу, и всё изменилось, потеряли человека, да, того, который был. Вот, поэтому я ничего не жду, ничего не ждала. Да, вот, в том смысле, чтобы за это переживать, то есть потраченные годы и так далее. Конечно же, мы с моим любимым мужчиной столько времени на расстоянии, да, и, конечно же, ты думаешь, вот, когда придёт тот день. Но это не так, что ты ждёшь, понимаете, целыми днями ждёшь. И столько всего я за это время сделала, что всё нормально, всё хорошо. Я ничего не ждала, и время точно не потрачено, моё зря было. Поэтому первая часть вашего вопроса понятна, да, а если всё в порядке, значит, надо смириться с обстоятельствами. Да, сложились такие обстоятельства, с которыми нужно... Ну, нет, мириться не хочется ещё пока что. В общем... Вот ещё один комментарий тоже получил, 136 лайков. «Ни один мужчина не стоит твоих слёз», Вероника пишет. «Не плачь, жаль, столько лет ждала. Теперь самое главное, чтобы квартиру не отжал и сыном не манипулировал». Боже мой! Какие ужасы вы пишете! Я согласна. Ни один мужчина не стоит моих слёз в том смысле, если мы там расстаёмся по каким-то причинам или ещё что-то, да. Но есть разные ситуации, опять же, повторюсь. Ну как, если у вас есть любимый мужчина, например, который заболел, ну, к примеру, заболел очень сильно, да, это не стоит ваших слёз. Ну и также есть ещё масса, масса ситуаций, когда стоят слёз. И это надо понимать. Ну, опять же, я не сидела у окна и не ждала. Мне было чем заниматься всё это время. Марина также пишет. Я так из видео поняла, что отношения у вас пошатнулись. От этого, конечно, больно. Вы вместе с тем идеальным мужчиной не жили длительно, с ребёнком в одной квартире, на расстоянии. Ведь и не ссорятся, и не бытовых стычек. А тут ожидаемый с обеих сторон сценарий развился. Тем более сложно ощущать, потому что ждать не получилось желаемых событий. Дополнительно, в общем, огромное сообщение. Самое важное – это вы, ваш ребёнок. Ну, дальше пожелания и как пережить эту ситуацию. Да, опять же, вот почему нужны были мне комментарии к последнему видео, да? Нет, всё продолжает быть идеальным. В отношениях, в понимании, во взаимности вот этой всей всё так же продолжает быть идеально. А вот ещё комментарии из такого разряда. «Силь, я тоже не поняла, про что это ты? Всё вокруг да около, так ничего и не поняла. Это, наверное, эмоциональное выгорание. Я так поняла, ничего такого плохого не произошло у тебя, просто ты устала эмоционально». Сейчас время такое, у многих сейчас такое. Люди утром встают там, короче, что-то не то. В общем, это называется эмоциональное выгорание. И тоже хочется ответить, что я знаю, что такое эмоциональное выгорание. Когда у меня есть эмоциональное выгорание, я тоже о нём говорю. Это эмоциональное выгорание, это как бы у тебя нет особой причины, какой-то жёсткой ситуации не произошло в жизни. Ты просто переживаешь, тебе ничего не хочется делать, может быть, апатия какая-то, да, или просто гормоны там бьют. Ну, как бы как будто нет причин особой, да, просто вот как будто всё вместе накопилось. Но я человек взрослый, я умею задавать себе вопросы, естественно. И, конечно же, бы я не делала вам такое видео и не делилась бы своими эмоциями, которыми мне сложно контролировать, но, возможно, просто из-за эмоционального выгорания. Ну, может быть, я бы делилась, конечно, но я бы сказала, это эмоциональное выгорание, чтобы вы не переживали, потому что многие девочки очень переживали, многие близкие мне начали звонить и писать, что случилось, кто не в курсе ситуации был, да. И, ну, как бы я не стала бы так это говорить, так как я это сказала, если бы это было просто эмоциональное выгорание. Ну, по-моему, из видео понятно, какого рода переживания у меня, сердечные переживания. И, ну, возможно, я не сказала, да, но произошла ситуация, произошла ситуация, которая очень сильно меня потрясла, вот. И не только меня, но и многих моих близких. Всех нас очень сильно потрясла ситуация. И этому есть причина. Есть причина моей боли, моих переживаний, вот. И это не то, чтобы кто-то сделал мне сознательно больно, да, там, или бросил меня, или пошатнулись мои идеальные отношения и так далее. Я бы из-за этого так не переживала. А именно, когда всё хорошо, всё замечательно, всё просто прекрасное, и резко случается какая-то ситуация, какая-то, ну, может, в каком-то смысле она предвиденная была, но из-за того, что было всё так хорошо и гармонично, и радостно, получается сильный контраст из-за этой ситуации. И просто неожиданный. Вот неожиданный именно в этот момент, да. И поэтому вот такое резкое переживание. Сейчас время, конечно, идёт, и время уже всё лечит, и уже начинаешь немного привыкать к ситуации, немножко как бы понимаешь, что всё вот так, наверное, должно быть, и ты веришь в пространство и говоришь так, оно к лучшему, да, так оно к лучшему, начинаешь искать какие-то плюсы, почему так всё сложилось, так лучше, да, и немного успокаиваешься и продолжаешь делать свои дела. Вот. Все продолжают быть со мной рядом и поддерживать. Всё хорошо, всё замечательно. Мы все друг друга поддерживаем, в общем. Ну, просто вот улыбнул меня этот комментарий в том плане, что, ну, опять же, может быть, человек плохо меня знает, да, и подумал, что я тут раздула из мухи слона, да, такое видео, прям сняла, ничего не поняла, ерунда какая-то, эмоциональное выгорание, да, или, ну, примерно, как знаете, может быть, иногда, когда ты психуешь, да, и у тебя есть конкретная причина твоих психов, да, ты чем-то недовольна, а тебе в ответ говорят, у тебя что, гормоны, у тебя что, ПМС, ну, вот это крайне вообще такое, я не знаю, девчонки, поддержите меня, у кого такое было, особенно в ссорах бывает, когда, да, там, вот, с молодыми людьми, то есть у тебя конкретная причина, тебе что-то конкретно не нравится, и это там происходит, например, из раза в раз, и в какой-то момент ты просто вскипаешь, вот до этого ты терпела, в какой-то момент ты вскипаешь, а вместо того, чтобы тебя услышать, например, да, кому-то, и это даже и с подругами может быть, у меня было так с одной из подруг, да, вместо того, чтобы тебя услышать, твою претензию, да, которая уже просто накопилась, и ты её уже выдаёшь, ни хрена себе надоело терпеть, да, тебе говорят, что, ну, просто, что-то тебе переклинило там, да, ну, гормоны, наверное, ПМС там какой-то у тебя, да, или что, или что, ну, просто моча в голову стукнула, просто такая нестабильная, эмоциональная, вот, и просто у тебя скачут эмоции, как бы, вот, вот и всё, пройдёт, не обращая внимания, ну, то есть такое немножко не воспринимают всерьёз, да, твои эмоции, тоже улыбнула. Вот, комментарии ещё от Галины, некоторое видео тому, некоторое видео тому назад, наверное, да, вы говорили, что счастлива, что не стали бы менять ничего, что к своим годам вы достигли желаемого уровня жизни, а теперь такое, у вас есть мама, которая в своей жизни прошла через трудности, девочки, поддерживайте друг друга, мы всегда вообще поддерживаем друг друга с мамой, да, и мне кажется, что никак не противоречит моё видео, которое я снимала, и говорила, что я счастлива, и вот тут такое, ну, то есть, как вам сказать, я и сейчас могу сказать, что я счастлива, но при этом, как бы ты счастлив, ты понимаешь, что жизнь твоя складывается замечательно, особенно, когда ты вот сидишь, да, и чаще всего каждый день вот так вот, ты сидишь, оглядываешься на свою жизнь, на свои события, на то, что было у тебя в жизни, конечно, я в целом счастлива, ничего не хочу менять, но в моей жизни было очень много всего того, от чего могут просто дыбом волосы становиться, что мне пришлось пережить, я даже некоторые моменты сейчас могу вспоминать из своей жизни, и просто в ужасе, в ужасе, в ужасе, что это со мной было, что я испытывала, я до сих пор могу вот так унуться и начинать испытывать, и не дай Бог своему ребёнку, чтобы он такое пережил, то есть я живу так и строю так, чтобы, не дай Бог, никогда моему ребёнку не пришлось такое пережить, это очень больно, но в то же самое время это делало меня человеком, таким, которым я сейчас вот являюсь, да, и всё мне нравится, и что такое, что такого произошло в видео, о котором я вчера рассказала, я просто поделилась с вами, мне хочется, чтобы вы понимали тоже, что я не всегда бываю такая ла-ла-та-па-ла, полетели, побежали, всё прекрасно, замечательно, я даже понимаю отчасти, что, ну, хорошо бы иногда меня видеть и с другой стороны, и хорошо бы понимать, как в этой ситуации я рассуждаю, мыслю и так далее, я не зря сказала, не надо меня жалеть, я всё прекрасно понимаю, и с ситуациями справляюсь, лучше многих, ну, потому что я просто вижу, да, у меня рядом тоже есть люди, и я могу наблюдать, и пишут мне всегда девочки, я могу наблюдать, как многие справляются с ситуациями и с какими ситуациями, да, и я понимаю, что я с ними справляюсь очень даже хорошо, поэтому иногда меня и спрашивают, Селена, что делать, как бы ты сделала, да, или как ты смотришь на эту ситуацию, но при этом, при всём, я никогда на какие-то ситуации, людей не смотрю, ну, типа, да, это ерунда, не переживаю, да, это ерунда, нет, я могу, конечно, сказать, что на самом деле это такая, ну, то есть, но, когда я это говорю, я говорю это с полным пониманием того, что сейчас человек, возможно, переживает какой-то ужас, ужасный, и для неё эта ситуация, которая для меня просто плёвая, да, просто поржать там, да, и плюнуть, растереть и уйти, да, для неё, для её возраста, для её ситуации, для её вот ума и взгляда, сейчас это очень сильное переживание, и, ну, в этот момент нужно быть крайне деликатной, да, и осторожной, чтобы не обесценить чувства человека, да, вот так, ну, прям, ненаплевательски относиться, да, ерунда, блин, фигня, что ты плачешь, блин, за ерунды какой-то, ну, несерьёзно отнестись к эмоциям человека, да, вот, поэтому, начала, за здравие, как всегда, поэтому я веду к тому, что, несмотря на то, что в моей жизни было, очень много разных переживаний, я счастливый человек, и то ли ещё будут, конечно, будут ещё переживания, разные взлёты и падения, но вопрос в том, как мы с ними справляемся, что мы выносим из каждой ситуации, и что мы по итогу можем сказать себе, счастливы мы, или бы хотели что-то поменять, в целом недовольны своей жизнью, понимаете, я в целом довольна своей жизнью, я на самом деле счастливый человек, просто в такие моменты, когда сгущаются краски, да, и происходит какая-то такая ситуация, с которой тебе приходится справляться, конечно, в этот момент ты не можешь сильно, так сказать, там, я счастлив, я улыбаюсь, не так, ты можешь осознанно сказать, что я счастливый человек в целом, но сейчас у меня сложный период, сейчас я эмоционально переживаю боль, и жду, когда всё это закончится, но продолжаю работать, и продолжаю стараться, улыбаться, радоваться мелочам, ну, поэтому, как бы, я к тому, что это нормально, что вот такое было видео, а сейчас вот такое, мне хочется, чтобы вы знали, что я бываю разной, и такое, мне не чужды, короче, слёзы, боль, вот, я могу ещё всё это дело испытывать, вот, ещё один комментарий нашла, Ольга пишет, мне 35, я потратила 15 лет на мужика, за которого я не вышла замуж, и ребёнка нет, но я не отчаиваюсь, Селен, не знаю, как ты, а я хочу себе заботливого мужчину, всё познаётся в сравнении, поэтому не нужно прилипаться к одному, а если изначально не получается, то дальше ещё хуже, поэтому девочки, сравнивая мужчин, общаемся с ними побольше, никому жертвенность неинтересна, я тоже постоянно со своим бывшим чувствовала себя плохо, а здоровье самое ценное, так, ну здесь поправочка тоже, я не чувствую себя со своим мужчиной как-то плохо, надеюсь, ты не стала жертвой абьюзера, манипулятора, ни в коем случае, ну я же совсем недавно отвечала на вопросы, вы не смотрели моё видео, да, что, ну это невозможно, абьюзера, вы же помните, девочки, кто знает, блин, есть же даже целый этот тест, где можно понять, с абьюзером вы или не с абьюзером, и там такие вопросы задаются, что в принципе, внимательный человек в своих отношениях просто сам будет замечать, когда его какими-то вопросами, какими-то ограничениями, да, или какими-то вещами немножко загоняют в какие-то рамки, да, и человек, который никогда не позволит быть себе в таких абьюзерских отношениях, это человек свободный по своей сути, да, он малейшую такую вещь замечает, и без теста, понимаете, вот я просто этот тест почитала, и поняла, что если бы я всё это заметила, ну то есть я бы это заметила на ранних стадиях, даже без теста, то есть вот просто мне человек вот говорит вот так вот, да, я бы уже чувствовала несвободу, понимаете, в каких-то вещах, и я бы отвоёвывала это всё на самых ранних стадиях, вот, а в сложных ситуациях девушки оказывается именно потому, что они пропускают немного мимо ушей, они, либо они, нет у них такой сильной потребности в чувстве свободы, да, и тогда они не замечают, как эту свободу немножко ограничивают, ограничивают, и замечают только тогда, когда уже границы так близки, где просто уже невозможно, да, это не заметить, ну, и даже в самых сложных ситуациях, когда уже есть рукоприкладство и так далее, девушки продолжают, как бы, ну, как бы тоже, да, такие моменты, девушки продолжают заниматься каким-то самообманом, да, оправдывать какие-то действия, там, а может я сама виновата, ну, в общем, очень много психологических всяких вещей, с которыми нужно обязательно работать, вот, и, ну, есть как бы тесты, и, конечно же, такой человек, как я, просто с такой свободолюбием таким, да, ну, я просто не окажусь, потому что у меня работает датчик на вот эти все вещи, да, издалека, то есть издалека, там, где-то поведнело, и сразу, одно точно, такое, как раньше, ты не будешь, ты уже другая, такое, как раньше, это когда, когда, про какой возраст мы говорим, не могу понять, но почему же мы, женщины, не хотим быть слабее, нет, надо всем доказать, показать, ведь есть мужчины адекватные, которые обеспечивают семью, занимаясь женскими делами, расти детей, нет, блин, надо покорять мир, мы слабый пол, и точка, хочу быть слабой, ну, вот здесь сразу видно, да, когда человек рисует свои проекции на другого человека, я не хочу быть слабой, вот вообще, слово совсем, я не хочу быть слабой, мне это неинтересно, я хочу быть сильной, я хочу, да, я хочу покорять мир, я хочу покорять не только мир во внешне, это все такое, знаете, приходящее, уходящее, я хочу покорить саму себя изнутри, понимаете, какие-то эмоции, какие-то вещи, которые заставляют меня делать неправильные решения, во всяком случае, заставляли. Сейчас я более контролируема всё это. Это огромная работа со своим взглядом, медитация, тренировка ума в каких-то вещах. Это на самом деле всё очень сложно. И в этом смысле я не хочу быть слабой, совершенно не хочу быть слабой. Зачем? Я не хочу быть зависимой и слабой. Я хочу быть сильной просто, как паровоз. И рядом такого же сильного мужчину хочу иметь. Благо, он у меня есть, и он делает меня ещё сильнее. И это круто. Что касается, вот вы хотите заботливого себе мужчину. Правильно. Значит, видимо, у вас перед этим мужчина был незаботливый. У меня, в принципе, довольно-таки хороший опыт общения. И вот уже к своим 29 годам я встретила мужчину просто уже по образу и подобию, понимаете? Идеального мужчины своего. Потому что были и такие, и такие, и такие. И понятно, что вот этого не хочу точно. Вот такого однозначно, этого нет. И, короче, надоело. Я хочу. Взяла кисть, значит, и намулевала себе идеального мужчину. Всё. Не будет такого, не будет никакого. И со мной рядом по сей день именно тот человек, которого я нарисовала. Поэтому всё хорошо. То есть мне мужчина такой, что мне не приходится держаться, потому что от меня никто не уходит. Меня любят. За меня держатся. Мне не хочется никуда уходить, потому что со мной рядом достойный человек, которого я люблю и уважаю. И, знаете, это больше всего вот к тому, моя ситуация, к тому, что мы можем очень много всего планировать, очень много всего строить и так далее. Но есть какие-то вещи, которые, вот знаете, как, ну, может, судьба там кто-то, да, кто как, да. Я вот, например, там, карма, есть такое слово, да, у меня больше кармический такой взгляд. Поэтому я на эту ситуацию смотрю так, что скорее такие почтальоны принесли мне, принесли мне моё письмо самой себе из своего прошлого. Ну, то есть что-то я делала в прошлой жизни, в прошлых жизнях, да, что сейчас условия сошлись так, чтобы ситуация была именно такая, а не какая-то другая, да. И это, к слову, о том, что мы никогда не знаем, как мы умрём, там, да, будем ли мы болеть или не будем, потеряем мы кого-то из близких или не потеряем. Ну, я имею в виду не в том смысле, что там расстались и ушли, да, а в том смысле, что, ну, прям серьёзные какие-то болезни, которые, блин, мы не можем их как-то спрогнозировать, да. Вот есть какие-то вещи, которые всё-таки происходят, да, и ты вот, блин, вот всё хорошо, всё замечательно, ты отлично думаешь, ты всё, ничего плохого не делаешь, да, вот вроде всё нормально, всё нормально, но что-то тебе в этой жизни прилетает. И, казалось бы, за что, да? Ну, у каждого свой взгляд, кто как думает, да, кто-то там наказал, кто-то, да, кто-то там ещё по-разному, там, испытание какое-то в жизни у тебя, да. У меня взгляд такой, что это как бы, это моё, это моё, то, что я должна пережить, вот. То, что я от этого могу стать сильнее и так далее, это уже побочные моменты. Но почему это пришло? У меня ответ такой, что это почтальоны, мои почтальоны. Почтальонов не бьют. Они принесли моё, мне. Поэтому, что я могу в этой ситуации сделать, только достойно её пережить, не причиняя никому вреда, не делая каких-то плохих пожеланий. Делая только хорошие пожелания и делать правильные действия в дальнейшем, сейчас и в дальнейшем. Были также и циничные комментарии, где, если честно, я ничего не поняла, что слушала между строк, сказала А, говори Б, что-то личное должно быть личным, покажу только то, за что платят. В общем, вот какие-то такие моменты, да, человек воспринял. Не знаю, кто за что платит, мне за это видео никто не платил. Более того, я вам скажу, довольно-таки непросто выставлять свои эмоции на показ. И прошлое видео, которое я сделала, я очень долго думала и колебалась, выставлять его или нет. Когда я сначала излила свою душу, да, то есть у меня мотивация была одна, конечно, что это кому-то может помочь. Потом я начинала думать, не навредит ли мне это самой как-то, да, и как вообще вы воспримете. То есть до конца всё равно ты не понимаешь, как это видео вообще, как отреагирует аудитория на такое видео. Потому что я всё время такая радостная, всё классно у меня, да, там позитивчик, я там заряжаю многим. Думаю, сейчас вот такое видео выставлю. Как бы с одной стороны меня лучше узнают, да, с другой стороны я где-то помогу кому-то, да, посмотреть на мой личный пример, как и что, да. А с другой стороны может сейчас посыпется какой-то хейф, что такие видео не надо снимать, не нужно там, да. Ну как бы вот не знала, короче, на протяжении там какого-то времени, пока вот раздумья мои шли, у меня прям было вот, нет, всё, не буду выставлять такое, всё, нет, будем продолжать веселиться, улыбаться, будем стараться. И с другой стороны, да нет, выставлю, хочу быть немножко открытией, да, немножко открытией. Я как бы не обязуюсь быть 100% вот так вот открытой, всё наизнанку, да. Вот, но немножко хотя бы приоткрыть со своими эмоциями и так далее. Вот, поэтому, не знаю, о каких деньгах речь, как бы тут внутренний какой-то момент был ещё, выставлять, не выставлять. В общем, хорошие мои, всё, это не, ну, как бы все комментарии потом повторяются, некоторые в плане вот в таком ключе, о котором я сейчас вам сказала, да, ну и очень-очень много комментариев добрых. Мы с тобой, очень многие разделяют, приятно, что я кому-то была полезна, реально, потому что девочки описывали свои ситуации и говорят, вот я не знаю, как сейчас справляться, и, конечно же, классно вот так вот увидеть, что человек вот так справляется, да, и всё у него получается. Хотя, может быть, по прошлому видео не сказать так, что получается реву, но опять же сказала сразу, что на слёзы не обращайте внимания, потому что слёзы — это такое просто вот, ну, отдача организма. Очень главное, что, ну, очень важно, что на самом деле человек, с каким стержнем он сидит, да, какие у него планы и какой у него настрой, и вот это всё. А сейчас он может плакать, вот. Мы тоже фильм иногда можем смотреть и тоже можем плакать, хотя у нас же нет какой-то апатии и горя на самом деле в жизни, да, у нас всё хорошо, вот. И как бы пока разбередила рану, лились слёзы, поэтому такое видео получилось слёзное. В общем, вы поняли, да? Я, конечно, мне такое ощущение, что некоторые комментарии, которые были написаны, как будто люди где-то, говорят, а, ну, я же знал, ну, мы так и знали, да, там нет никаких идеальных отношений, всё понятно по сценарию, как бы кто-то, мне кажется, даже где-то подумал, а, ну, я так и знал, я так и говорил, уже галочку успел себе где-то поставить, да, что идеальных отношений не бывает, у Селены розовые очки там и так далее. Но дело в том, что возраст у меня такой уже. Розовые очки, розовых очков у меня нет в моём арсенале очков. Ну, по факту есть они там лежат, да, но вот таких ментальных очков я не одеваю, как бы. Я стараюсь никогда ничего не ожидать, не рисовать что-то и, как бы, ну, сами понимаете, да. Меньше ожиданий и меньше страданий. В общем, вы поняли, разные ситуации бывают, и у меня ситуация тоже произошла, ситуация в процессе решения, и мы просто держим, что всё будет хорошо, и всё быстро нормализуется, и всё будет как прежде, как прежде. Как прежде. Какой-то промежуток времени, который был. Как прежде, а не тот, который другой был. Ну, ладно. В общем, кто понял, тот понял. Всё, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Сильно за меня не переживайте. Знайте, что я со всем справлюсь, всё замечательно. И я в вас верю тоже. У кого сложные периоды, вы тоже справитесь со всеми. Всё. Люблю вас, целую. Спасибо всем за ваши комментарии. Мне было приятно прокомментировать их. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok